Барнаульская ракета Есть ли будущее и на каком этапе развития в Барнауле, в Алтайском крае дрифт? Ракета у нас проводится уже традиционным соревнованием пятый год. Название такое цепляющее. И уровень уже соревнований, уровень участников растет с каждым годом. И нас уже признают одним из лучших в Сибири турниром по зимнему дрифту. То есть это не единственный в Сибири турнир по зимнему дрифту? Не то, что в Сибири, даже во всей России. Особенность нашего климата ведет к тому, что у нас больше развивается зимний дрифт, чем летний. У нас продолжительность зимы значительно больше, чем летнего времени. И поэтому у нас больше развивается зимний дрифт. Ну вот как раз хотелось бы и понять вообще, в чем разница и отличие между летним и зимним дрифтом? Зимний дрифт, соответственно, в зимнее время на ледовых трассах. Более доступен, так как используется в основном отечественная автомобиля. Меньший расход резины, необходимый для соревнований. Ну и, соответственно, доступность, цена. Количество участников во всех соревнованиях очень большое. Ну а то, что касается условий соревнований, они как-то отличаются зимние от летних? Или, в принципе, все одинаково? Ну я имею в виду для судей. Правила, критерии оценки примерно одинаковые. Единственное, все относительно согласно погоде. Если летом тепло, добавляются такие показатели, как дым, инерция, скорость. Ну а зимой поправки идут на другие. Там уже по-своему смотрится на инерцию, по-своему смотрится на скорость. Потому что на льду все эти элементы выполнять довольно-таки тяжело, не то что на асфальте. А вот почему для зимнего дрифта готовят в основном отечественные автомобили? В чем такая принципиальность? Доступность. Цена по сравнению с теми же японскими автомобилями, которые используются в летнем дрифте, в десятки раз ниже. И уровень подготовки, стоимость подготовки отечественного автомобиля в районе 100 тысяч рублей. Автомобиль получается готовый участвовать в соревнованиях в зимних. Мало того, что участвовать, заезжать на тумбу. А почему бы тогда не использовать отечественные авто в летнем дрифте? Нет этой мощности и неконкурентоспособны. Есть, конечно, у нас в России несколько пилотов, которые используют отечественные автомобили. Как минимум у меня на слуху двое. Из Самары Денис Домнин, он пытается на полностью отечественных агрегатах строить свой автомобиль. Но все равно конкуренцию составить японским автомобилем очень тяжело. И в Москве Федор Воробьев на пятерке. Вот там от пятерки, по-моему, осталась одна только крыша родная. Остальное все переварено. Японский мотор под капотом. Немецкая коробка передач. Все. Но вот состоялся первый этап Кубка Барнурской ракеты. Сколько их всего предполагается? По календарю у нас запланировано 4 этапа и один этап резервный. Он у нас вынесен на март месяц. И, соответственно, он все зависит от погоды. Если будет резко теплеть уже в начале марта, то мы его отменим и подведем результаты по итогам 4 этапов. То есть резервный этап пятый получается? Совершенно верно. Пятый этап резервный. На первом этапе сколько человек приняли участие? Откуда приезжали? Все ли это были жители Алтайского края или из других регионов тоже приехали? Ну, особенность нашего первого этапа получилась такова, что мы одни из первых в Сибири начинали зимний сезон под рифто. Вместе с нами в этот день начинал только Омск. Но у них в этот день была только квалификация, а финальный был на следующий день. У нас было 48 участников. География практически вся Сибирь. В Новосибирской области очень много пилотов представила не только Новосибирск. Ленево, Искитим, Черепаново, Алтайский край, Барнаул, Бииск традиционно. Сильные ребята из Бииска приехали. И также был у нас гость из города Томска. Ну, вообще новосибирцы, надо отметить, любят автоспорт и принимают участие во всех видах автоспорта, да? Да. Дрифт тоже в том числе. Вот скажи, пожалуйста, соревнования проходили за старым мостом, если... Ой, за новым мостом, если не ошибаюсь. В этом году у нас новая локация. Мы переехали в поселок Затон. Спорткомплекс, который находится в поселке Затон, он стоит на берегу Заводи, которая по критериям нам очень подошла. Плюс там очень удобная инфраструктура, есть теплые помещения, есть где погреться зрителям, пилотам, участникам, теплые помещения для брифингов. И также мы в этом году оборудовали нашу ледовую трассу освещением, что мы можем проводить соревнования и тренировки до 9-10 часов вечера. Ты говоришь, что в Омске проходили соревнования, да? Совершенно верно. Там два дня, а здесь один. Почему у них два, а у нас один? Ну, как-то они стараются уделять большее время тренировкам, а у нас здесь, в нашем уголке Новосибирска, Биск, Барнаул, Краснояск, мы вот как-то проводим в один день, потому что он сможет на уикенд совпасть несколько мероприятий. Допустим, в субботу могут проходить соревнования в Барнауле, в воскресенье уже эти же все участники могут поехать либо в Новосибирск, либо в Биск, либо еще в Кемерово проводятся соревнования. И как бы мы вот стараемся дружить организаторами, дружить с ними, имеющие что у нас везде ездят наши пилоты. Ну, конечно, главный чемпионат у нас в Красноярске, под него у нас никто не... Мы все под него подстраиваемся, он у нас выставляет календарь, и мы все свои соревнования подставляем под него, потому что Красноярский чемпионат считается не то что лучше в России, наверное, уже даже в мире по зимнему дрифту. Даже так? Поскольку там уже выступают, ну, наши земляки, чемпионы, вице-чемпионы мира по дрифту, и приезжают иностранные гости. В прошлом году был интересный случай, приезжал пилот из Таиланда, который выступает в китайском чемпионате, в японском, и приезжал к нам в Красноярске выступать. Где же он тренируется зимнему дрифту-то? Самое интересное, автомобиль для него готовили специально праворуку и пятерку. А лед специально заливают в Таиланде под нему же. Идут приезжал сюда к нам, у нас здесь тренировался несколько дней, потом участвовал в соревнованиях. Ну, и он не смог дать бой нашим местным ребятам, кто постоянно ездит зимой. Он, к сожалению, даже не прошел квалификацию. — Скажи, пожалуйста, вот на трассе образовалась лужа. Откуда она взялась и не помешала ли она участникам? — Да, лужа образовалась. Мы об этом узнали буквально прям утром рано, поскольку приехали с инспекцией трассы. Это заводь. Локация для нас новая. Мы не знаем, как там еще поведет природа себя. Получилось, что до этого стояли несколько дней морозы, и в эти два дня потеплело. Было минус три в день соревнований. И вода, которая была подо льдом, толщина льда там была порядка сорока сантиметров, а воды подо льдом было всего сантиметров десять. Она мелкая, это заводь. И поскольку у нас была и техника, спецтехника ездила, чистила трассу, и очень много обильных тренировок было в предыдущий день и в день утром соревнований, и немножко лед просел, и, соответственно, выдавил воду наверх. — Но не помешало ли это участникам соревнований? — Для тренировок и для первой квалификационной группы это было, можно сказать, как элемент шоу, но по окончании квалификации в первой группе мы поняли, что это уже может стать опасно для автомобилей, дабы не повредить двигатели и другие элементы автомобилей. Мы решили совместно с участниками изменить конфигурацию трассы, обойдя эту лужу. — Обходили, в общем, в итоге, да? — Ну, расскажи, кто стал победителем первого этапа? — В упорной, подчеркну, прямо именно в упорной борьбе Иван Никулин в очередной раз одержал победу на этих соревнованиях, но эта победа далась ему очень с трудом. — Кто составил конкуренцию? — Потому что наши барнаульские ребята очень сильно накатали так называемый скилл, опыт, и в нескольких раундах соревнований судьи сомневались, кому отдать победу Ивану или его оппоненту. — Ну, таких много было, кто смог составить? — Два-три человека, кто боролись с Иваном, и второе-третье место заняли ребята, которые по итогам квалификации были на 22-24 местах. — Даже так? — Соответственно, они из самых низов, образно говоря, добрались до пьедестала. Второе место занял дебютант сезона Влад Мансуров. Он первый год поехал, у них появились спонсоры. Команда у них выехала в этом сезоне. Пять человек в команде. И вот Влад Мансуров добрался до второго степени. — Третье место занял Яков Синякин, опытный очень пилот наш. Барнаульский, пятый год он выступает в барнаульской ракете. В прошлом году Яша был на тумбе в Бийске. И вот в этом году подготовился автомобиль. Произвел так называемый свап с карбюраторного мотора на инжекторный. Немножко добавил мощности и заехал на третье место. — Ну и скажи, пожалуйста, когда ожидается следующий этап? — Следующий этап у нас будет 12 января и, предположительно, на том же месте, в поселке Затон. — Саша, я благодарю тебя за беседу. Зрителям я напомню, сегодня в программе интервью дня мы говорили о соревнованиях по зимнему дрифту «Кубок барнаульской ракеты». До новых встреч! Продолжение следует...